привет мы продолжаем играть star dual и сегодня 5 число и сегодня особенный день один из немногих когда мы но это не связано с эллиотом и просто сегодня заказываем у робин стойла с нашим пони на котором мы будем ездить и сегодня мы еще апгрейдим топор не топор кирку пардон вот я хочу бронзовую кирку и точнее медную почему я бронзы всегда называю мы будем чекать кусты которые должны ломиться от может это глюк какой-то просто произошел потому как мне сказали что кусты должны ломиться от ежевики и они не ломятся не знаю чем проблема ежевики нет может я ее не вижу может она внутрь куста выросла то есть как бы не наружу а вот наизнанку вот мы сейчас будем проверять что там как где выросла зачем я все семь взял поменять по поменять это дело сейчас я все заряжу а мы с вами пойдем чекнем ну вот я кусты проверяю здесь вообще должны быть ягоды но их нету сейчас я всех проверю все живы все здоровы чет коровы не хотят выходить из загона привет это чё там это самое гаврюха наша там а вот гаврюшка нет там еще одна коровка почему ты не даешь мне молоко анфиса без молока мою подалили подалили что ли что случается ли так куры здравствуйте сразу снежинку мы до или ох путаница начинается уже я просто чувствую я это чувствую у нас три молока и ни одного а козы через день боятся вот почему они без молока все я понял я забыл про это все окей все норм все правильно вот козы завтра будут с молоком поэтому как бы ничего не случилось все окей все окей ушки кота напоили давайте идем разгружаемся и пока оставим это восемь часов можно и пополивать вот я хотел оставить полив на потом но подумал что еще нет 9 хотя мы пока добежим пока туда-сюда я хотя бы начну я начну часть полью а потом мы побежим с вами у нас много-много дел у нас надо посетить кузнеца сегодня что-то выросла кукурузка вот кузнецу мы отнесем наш топор у нас хватает денег чтобы и топор заапгрейдить и в общем сделать еще и пристроить конюшню ну не конюшню а там такая пристроечка она больше на собачью вот она нужна для лошадки нашей лошадку слава богу лайкать не надо она сама в принципе к нам уже автоматом относится хорошо на скорость езды вот и на объезд это никак не влияет в общем с ней взаимодействия минимум вот только стройте и ездите все погнали погнали мы зарядили сейчас я сюда скину все это ненужное все эти майонезы сыр и слитки все у нас деньги все у нас все мы взяли можем по дороге занести еще пять золотых качанов то зачем потом вместе с этим и занесем вместе с тыквами мы сейчас все равно не закроем это сливы блин давайте давайте вместе смотрите то ничего то прям сливами завалено все мы можем сейчас еще и подарок один забрать по дороге круто круто поехали сейчас мы возьмем ежевику орех и еще там еще была четвертая я уже не помню гриб наверно да один масленок или шампиньон 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 орех слива и ежевика так черносливка давайте черносливку к фруктам сюда мы выложим одну возьмем и ежевичка у нас там была одна была все погнали ну и по дороге конечно будем лутать надо было камень выложить я забыл куда настолько камни где его взят вообще вроде ничего не разбивал так еще одна ежевика а вот это наверное имелось ввиду что россыпи ежевики вот в таком виде то есть много бегите собирайте они кусты созрели или созрели кусты кусты вот они зреют только то есть я не вижу чтобы они прям рассыпались рассыпались кладовая осенняя давайте нет не вот этот узелок этот узелок туда походу пришли это кладовая нам сюда в игровую комнату нужно яблока да вот и мы собираем теперь нужный сет требуемые от нас ягодки фрукты и орехи и на один узелок больше к мосту осенние семена вот такое себе и у нас остается один последний зимний узелок у нас есть кристальный фрукт но вот всего остального нету принципе если мы пошастаем по шахтам морозным мы в принципе можем и это тоже закрыть досрочно вот то что до зимы еще долго если мы раньше закроем то в принципе она будет классно так ладно не отвлекаясь летим мы кроме вот сейчас мы будем у нее заказывать я думаю что постройка много времени не займет она и очень быстро сделает а у нас к сцена мы влетаем к робину здесь ой привет мы с папой вот изучаем образцы почвы не стесняйся на самом деле помощь лишней не будет не присматриваешь вот за этой мензурка я пока принесу последние образцы сейчас вернусь спасибо за помощь киржа код мою славный ребенок моя особенная девочка я не хочу чтобы что-то встало на пути ее большого будущего понимаешь чего это так информация к размышлению но он типа такой типа не лезь к моей дочке она будет ученым а ты тут такой фермер вообще не в тему да извини что так вышло надеюсь вы нашли о чем поговорить пока меня не было киржа код интересуется что образцы что за образцы мы следуем вот я и рассказываю только ведь киржа код и у вас варианты ничего не говорить и сказать вообще-то твой папа сказал мне нечто странное чтобы вы не выбрали по моему это ни на что не влияет в общем ничего не говорить в общем это как бы плюс к папе а вообще-то твой папа это наверно плюс к ней нам вообще как бы фиолетово выбирайте ничего не говорить а я вам покажу вот что за этот вариант будет разочарован диметриус мы его сдали дочки а что-то ему сказал папа мару такая немножко разозлилась ну и диметриуса прижали ну хорошо хорошо мы говорили о тебе солнышко я подумал что киржа код сможет больше узнать о тебе просто не хотел тебя смущать не надо было мне об этом лугать выкрутился типа она такая ничего пап я понимаю надо вернуться к исследованию пока образцы не кристаллизовались улыбающийся морда в общем замяли мы тему но я как бы на папу стукану вот ну зато честно по отношению к ней и еще одна к сцена сразу диметриус я не просила покупать помидоры я попросила купить ягод чего не понимаю помидоры это и есть ягоды злиться рубин когда человек обычный просит ягод то никогда не будет иметь ввиду помидоры и начиная классифика и научная классификация здесь ни к чему не такой я врываюсь в дверь киржа код хорошо что ты здесь ты сможешь рассудить наш спор а чем является помидор и вот вы должны выбрать чем он является овощем или ягодой вот я не знаю я всегда выбирал ягоду и но уже ягода как бы хотя и овощ тот еще давайте выбирайте я году ну я в том бы выберу овощ чтобы показать как она будет работать я сам не видел если честно правда это думал что фермер должен знать правильный ответ я чувствую мы диметриуса подпортим отношения с нами очень сильно я просто хочу чтобы ты поняла мою точку зрения мне сложно точно определить что ты подразумеваешь когда просишь меня о чем-то но я постараюсь понимать тебя лучше да все у них окей единственное что он спасибо за помощь киржа код все те же самые диалоги кроме того что он типа сказал что ты фермер ты должен знать что это как бы ягода а не овощ вот когда выбираете ягода он такой вот и киржа код в курсе типа что это ягода вот а потом все остальное тоже самое идет собственно но я думаю что минус минус диметриус как бы мы два раза его подставили здесь так ну и ладно в принципе диметриус нам уже в принципе не очень нужен так построить здание для фермы вот нам нужно нам нужно вот эта штука вот позволяет завести ездовую лошадь лошадь прилагается покупать ее не нужно она входит в стоимость стоит 100 твердой древесины 5 железных слитков и давайте хочу лошадь хочу лошадь так надо бы ее где-то здесь построить или вот здесь да давайте вот здесь и построим чтобы она нам не мешала в принципе и бегать и как бы да давайте хочу вот тут ладно прямо завтра с утра и приступая будет тебе стоило они долго она его строит давайте глянем чё там у нас с диметриусом отношения нет а да была восьмерка у нас по моему сейчас семерка мы немного сняли нам один поинт диалогами возможно я был немного высокомерен прости но ничего ничего клубнику мы правда не захватили ну ладно вот у мару тоже у нас спасибо за помощь лаборатории возможно плюс мару я не знаю не уверен если честно все давайте к кузнецу быстро ну пока кузнец не закрылся он такой еще тип до 4 а я не знаю потом куда он откисает вот обычно кузнец идет в этот самый бар но он туда идет гораздо позже то есть что он делает до этого времени я как-то не в курсах но мы успеваем еще с лихвой вот здесь вот должна черника за за это самое и живичка завязываться так я хочу улучшить инструмент кирка можно топор золотой десять тысяч пять золотых слитков но мы пока не доросли все спасибо юноч ну как нужно скорее через пару дней будет готова я не помню что дарить клинта погода для меня не очень-то важно я обычно целый день целый год торчу у себя в кузнице тоскливо правда ну такое пойдемте на пляж сходим тут ребята идут вы не сейчас подарим а мы ничего не подарим у нас уже там фу вечером опять вареная свекла винт о нет мама сегодня варить чечевичную похлебку полезными продуктами джоди кормит я тебе не знаю он говорит час и по низ пони у нас все хорошо когда я была еще маленькая отец бросил нас он сказал что он что чувствовал себя в ловушке с тех пор мы его никогда не видели прости что поднимаю такую неудобную тему просто я почему-то вспоминаю в это время года о том случае дал бы не какая-то такая ну да ладно как дела на ферме все классно дуванчик не возьмешь возьмешь спасибо тебе выглядит особенно но и отличненько какие-то вот я замечаю что все жители этой долины у них это проблемы то есть ощущение что ты на аляске находишься вот у всех жителей какие-то траблы случаются что такое опять у меня с клавой вообще я не понимаю что происходит с клавиатуры сидевайс глючат просто напропалую вот я к тому что у всех какие-то проблемы все какие-то вообще несчастные в этой долине с кем не поговори просто какие-то странные ребята блин я опять удочку не взял так бы мы с вами половине чего-нибудь еще конечно же так давайте с элитом поговорим у меня затекли ноги я все утро сидел за письменным столом пишут чего-то ну окей так я еще не поливал там ничего не садил уже 4 давайте так скользь пробежимся по кусты все чек ним ле прогуливается тебя в доме есть кухня нету ли на кухне можно приготовить много разных вкусных блюд я бы не против кухни конечно но 100 тысяч пока для нас неподъемно вот там наш грибочек оставленные вчера я так скользь пробегусь плюс торговка мы хотя у нас денег нету смысл торговки идти вообще никакого а кирку мы отдали кирку еще в инвентаре ничего нет но я не знаю какой смысл здесь что-то искать когда здесь ничего нет пойдемте лучше займемся поливом наших растений может срубить одну сосенку у нас уже в принципе с лошадкой все окей мы теперь будем собирать на апгрейд птичника апгрейд птичника стоит по моему если не ошибаюсь 10000 вот и много много дерева и много много камня камень по моему у нас есть в достатке а вот с деревом у нас какой-то завал получается поэтому дерево сейчас надо будет нафармить включаем косу пока бежим будем косить откашивать немножко вот в конце в конце осени не забудьте это очень важно скосить все сено которое вы найдете в округе здесь на других участках вообще неважно то есть все что найдете скашивать потому что все равно пропадет так хоть силосной башне будет у вас она плюс надо еще одну силосную башню вот напомнили хорошо на силосную башню нужно 150 камня и 5 слитков меди даже не приступала еще как сегодня я так подозреваю у нас денег много не будет потому что я целый день бегал заказывал и ничего не фармил ничего не готовили мы сейчас будем наверстывать пока будем поливать устроим небольшой небольшое производство здесь откроем яйцо молоко поливалку в руки и огонь пока не стемнело окончательно немножко за спойлерю я все жду что по моему после третьего грейда после третьего грейда хлеба у вас марни точнее не у вас марни появляется автоматическая даюка вот использование которой в общем освобождает вас от такого неприятного дела как доение коров то есть вам нужно забежать пролайкать и в автоматической даюки просто собрать просто собрать удой который животные как бы туда собирают не собирают автоматически выдаются скажем так еще разок у нас закончилась энергия нам нужно что-то съесть или выпить может кукурузки дернем а нет давайте лучше молока выпьем я не взял кукурузу выпьем молочка немного и разложим урожай на места для марни нам яблоки не хватает яблоки у нас растут но к сожалению я наверное не успею ничего собрать яблоки должны в конце этого месяца яблоня вырасти и я надеялся что мы успеем немножко яблочек натрясти нам нужно хотя бы три штуки а вот это три дня всего чтобы грибы сюда перевезли чтобы закрыть узелок марни получить с нее какой-то бонус там на доске объявлений есть ее объявление у вас улучшается с ней отношения вот и им как бы получаете какой-то подарок за это очередной вот я хочу почему открыть раньше все эти подарки то есть как бы быстрее потому что я сейчас изготовляю это сам а вот эти вещи обычно лежат в подарках надо бы кстати вот эту еще одну забацать бочечку а может и не одну но нам и не пригодятся так хорошо процесс идет еще время есть еще успеем все это дело заапгрейдить я хочу проверить что мы тут может забыли не забыли 266 дерево нам надо по моему 400 400 на апгрейд курятника вот и 250 камня по моему возможно камень придется еще пофармить на камень пофармить вообще не проблема то есть спускаемся в шахту находим большой камень сразу 10 чувак несколько таких камней и мы в принципе а мы съесть что-то хотели да по моему да нужно что-то съесть на лука батуна у нас уже нет но зато у нас есть морожка всегда и в принципе зачем нам тратить морожку куда у нас есть молоко у нас есть молоко и мы не побоимся им воспользоваться у нас есть шампиньоны кстати еще помимо молока давать шампиньонов наедимся у нас они тоже как бы бесплатные и каждый день респятся кстати надо сбегать и посмотреть как они там вот отлично отлично нам хватит до поливать я думаю и сейчас мы зарядим еще разочек вот эти штуки и изгоняем посмотрим как там у нас шампиньоны поживают ну давай давай молоко давай ну толкись уже сейчас только я отойду они сказать я ну появится вот наши яблони она еще в процессе роста и вот медленно так растет что очень печалит меня красные грибки тоже ничего алло 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 прекращай иногда залипает вот он бежит просто в стену и все или вверх или вниз или клавиша залипает или я не знаю что происходит или глюк какой-то подвисание может быть в общем не знаю что это самое чуть-чуть что получается так давайте продадим это поливаем пока там готовится все это дело уже 12 часов мы начинаем потихонечку засыпать вот но тем временем мы дополивали все лично нам все хватило сил и умений мы даже посадим с вами немного семян мы скосили всякого вот у нас появилось место хорошо бы конечно здесь еще сделать грядочку одно я думаю пока там сейчас молоко и сыр готовится я думаю здесь еще про цапаю немного может мы с вами даже здесь еще чуть-чуть посеем не посеем мы с вами уже не успеваем уже час ночи вот и а может и посеем посеем но не польем так алло давай прекращай зависать час двадцать у меня чего-то виснет все я я не понимаю что происходит теперь мышь у меня у меня происходит мышь ох беда беда у курчение девайсы решили видимо поднять восстание машин и начали с клавиатуры сначала аккумулятор сел на клавиа потом на мыши причем в один день ладно давайте час тридцать поливать уже наверно не будем мы зарядим вот эту машину мне еще есть яйца так вот яйцо и а тут не надо заряжать но все я не буду ждать его я побежал потому что уже час пятьдесят и меня щас начнет отрубать я прям засну ура собирательство 8 уровень навык обращение с топором навык сбора диких ягод и тотем телепорт ферма это тотем вы его можете носить с собой скрафтить и носить с собой он мгновенно вас телепортирует к дом если вы где-то не успеваете засыпаете там по дороге то вот он будет вас телепортить но я таким не пользуюсь зачем когда есть лошадка вот а еще лучше когда вы почините договоримся с джунем а и починим нашу дорогу тут есть такая дорога вагонетковая о эллиот мы пропустили его днюху еще ты я забыл за него ну ладно ярмарка скоро у нас еще сегодня есть день погонять по фармить у нас много чего здесь созрела поспела ведь коровки наши я очень переживаю насчет черники что-то сообщение было по телеку но что что случилось почему ягод до сих пор нет я вот это вот не могу понять как так получается так здесь варенье пошло у нас из морожки морожковая а здесь у нас хмель его можно оставлять можно с вилле вилле любит выпить газ любит выпить пиво вообще имба в этой игре вот как и вино вот робин начала потерпи у меня здесь еще много работы и робин не отвлекай опа а почему у нас недовольные позы почему позу у нас недовольные коровы у нас еда кончилась блин вот так вот что-то я зазевался давно к ним не заходил они почему-то дождя же не было ну почему вы не идите на улице травку мы молока не будет да видимо да они не поели и они теперь без молока все но не все те кто не поел те кто недовольны юмона без молока и анфиса тоже без молока соответственно и у курей наверно все закончилось не куры довольно курей все хорошо вот чем не нравится куры много людям не надо где у нас еще одна курица сбежала алло может курятники где-то сидит а вон тусуется вот здесь четвертая а у курочек порядок у них все есть вот коза что-то видимо не захотели есть траву и пошли есть сено очень странно хотя вот еды валом вообще вот здесь вот не знаю чего ему бокчой бокчамп как его там созрел вот кричит кота надо конечно же покормить попоить выкладывать лишний вентарь забит что-то бесполезной фигней какой-то вот не знаю светлый эль давайте пока оставим я хочу пойти попробовать с вильямом пообщаться вот надо его чем-то задобрить думаю светлый эль подойдет уже морожка продадим и надо выложить я думаю пока семена а не будем выкладывать семена поскольку у нас уже поспел бокчой и сейчас мы его выдернем у нас пустое место нам нечего засаживать нечего садить санфиш и малород и окунь у нас есть так счет я торможу начинаю торможить так на запас яиц и молока благо у нас есть поэтому мы паримся вообще за это вот я так понимаю это какой-то называется блин я не знаю такое растение не помню чтобы у нас было сельдерей наверно так назвали бог чой а может бог чой то есть такая культура фиг его знает мне так что-то кажется что это так сельдерей назвали тут что то есть а синенький баклажанчик мы баклажанчики вообще заказывали я имеется имеется и я имею ввиду что он не один у нас а есть у нас что-нибудь еще большой разброс а может самое может надо баклажанов было закупить но баклажаны тоже кстати многоразовые поэтому тут мы ничего уже не посадим баклажанчики постепенно будут расти нам всего один нужен для выполнения задания может парочку может кто-то еще захочет что-то и в принципе мы норм сейчас от поливаем все бежать сегодня никуда не надо я бы может быть сгонял в лес там чекнул что-то или дрова порубил 2 можно заготовить сходить у нас почти полная энергия правда не останется немного после того как мы польем здесь все одно заготовить лес для покупки деньги-то бегут очень быстро мы на фармин на апнутый курятник и пойдем его апгрейдить к этому времени надо было чтобы был и камень и и лес вот но скорее всего это будет уже следующей серии сегодня мы заготовим все вот дождемся 10 тысяч и пойдем рубин как раз закончить я думаю к этому времени наше стоило а плюс надо гонять наверно за топором они с топором за киркой мышки руку отдавали вот в разработку думаю надо спросить как там она сейчас козу польем заодно может быть коза изменит свое отношение к нам палитая коза это лучше чем не палитая она не отстает вы видите она ходит и вот и видимо нравится даю поливают может быть она так растет быстрее так давайте козью одну бутылку положим козий сыр сделаем для разнообразия вот пока это все опять же низкого качества пока мы с вами набьем с ними отношения вот на лайкаем сказать полные сердечки качество будет продуктов не очень хорошая нам все равно перерабатывать это конечно перерабатывать классное классное молоко намного лучше чем посредственного качества но другого нет согласны на это так все мы закончили полив теперь можем чем-то заняться там порубить дровишки какие-нибудь надо удочку найти куда я свою удочку делал вот она лежит давайте заберем куда девать эту рогатку фиг его знает его даже эти ребята с оружейки не хотят покупать вот я не знаю я не пользуюсь этой штукой не понимаю зачем может это и имба просто я не умею пользоваться вот напишите может кто знает может действительно вещь а я ее игнорю так но это все в овощи надо все вот сюда в зеленый ящик складываем бог чо эти все конечно же нет все остальное семена наверно они нам только завтра могут понадобиться и пойдем и либо порыбачим либо пофармим лес как вам дико сейчас я кота забыл полить код может свалишь уже куда-то лично под ногами стоишь так все отлично сейчас за грибами и и пойдем наверно рыбу ловить счета вот мне хочется рыбки половить либо на озеро пойдем вниз либо о мы пойдем ракушки соберем и заодно там порыбачим вот так я думаю мы сделаем так грибы не здесь живут грибы у нас вот тут вот обитают все погнали там медик созрел здесь мало дубовая подоспела там у нас нету личке можно принципе сюда одну повесить в принципе не хочу не хочу потому что одной смолы достаточно нам смола нужно для производства там некоторых фишек но не вижу смысла пока ее крафтить вели он ловит а сегодня не день рождения уильяма случайно нет что-то мне казалось что сегодня его днюха давайте глянем на календаре потому что сейчас он уйдет и моего они он потом должен быть в таверне в салоне нет уильяма вообще что-то я потерялся решил что у него денег кажется время года в реке вводится лосось ну ты что пойдем за лососем может вы ли его и ловит по крайней мере я так слышал а мы все равно лосося не поймаем поэтому лосося очень тяжело ловите на первую удочку моего по-любому не поймаем с вами вчера магазине пьер показал мне сыр сказал что он с твоей фермы нельзя было отказаться от такого предложения если в городу станет больше рыбач что глядишь я и я завезу новые товары давай порыбачим окей на первую снасть много мы не поймаем нужно найти место где рыба спокойная клюет и на этом месте прокачивать рыбалку если вы найдете там есть по-моему в море помню или сардина или что-то вам такое есть альянчоус какой-то вот что вообще очки замечательно что вообще не требует короче говоря особых навыков рыбалки сломанный диск но вас в баню короче говоря вилле лови себе дальше так а мы пойдем сюда пособираем ракушки и из причала я думаю порыбачим ежей я давно не собирал можно отсюда прям вот я бы еще то что здесь тоже будут ловиться такие же фиговины как и там лучше с причала может нам здесь больше повезет мусор как-то ловить не очень правильно хотя поначалу наверное мусор только и будет клевать нет вот есть что-то такое вот какая-то незамысловатая рыбка давайте ее попробуем выловить рыбка короче ну че ты делаешь давай ловись уже анчоус хорошо давайте еще разочек поймаем пару анчоусов о смотрите вот если вы видите вот такие кружочки на воде идите сразу туда забрасывайте удочку вот и здесь рыба будет клевать сразу это прям вот рыбное место здесь косяк рыбы стоит обычно вот он булькает но правда он быстро заканчивается но клюет здесь конечно бешено не надо стоять ждать так опять это какой-то анчоус да но нас устраивает старайтесь сделать максимальный сброс видите сразу клюет и исчезли пузырьки и теперь мы будем стоять и ждать пока она клюнет то есть видите пузырьки сразу в них забрасываете это стайка рыбы пушится кстати в реальной жизни бывает также правда чаще то мрак какой-нибудь норку роет вот видите сколько мы ждали пока она клюнет опять анчоус характерная для него поклевка анчоус ты чё не не анчоус это чё-то такое блин жесткая на нас клюнуло ладно последний заброс и бежим назад надо найти что-нибудь лучше чем анчоус анчоус тоже ловится достаточно тяжело первые разы даже анчоус для вас какой-то будет очень тяжелой рыбой поскольку нужно очень много ловчиться чтобы эту рыбу поймать видите чем делает в общем не горите если сразу не получится потому что это нормально то есть на эту снасть вы такую рыбу не поймаете даже имея там скилл сотового левела очень тяжело это сделать вот надо подкачать уровень купить новую удочку и на эту новую удочку короче говоря тогда уже вылавливать вот но мы с вами удочку теперь нашли теперь будем ее таскать с собой и вот будет время будем ходить рыбачить и вкачивать рыбную ловлю потому что мне нужны ловушки вот ловушки пассивный вкач но пассивного в общем добавляют очки вот вы просто ходите проверяете а рыбалка вкачивается тем временем сейчас немножко по фарме мы с вами точнее по крафтим перед сном робин там он стучит потихонечку всем молотком такое ощущение что на пару раз стукнет и засыпает пару раз стукнет и засыпает на ходу вот но нет она всю ночь будет работать и утром тоже по моему она будет здесь торчать так анчоусы мы оставим вот эту фигню и это не сюда сорян это вот здесь весь мусор потом можно его переработать можете не выбрасывать можете его там как-то складывать отдельно морской ёжик золотой уже ну и сердцевидка оставим она рыба из нее можно она считается рыбой видите рыба вот из нее потом можно если что приготовить а стоит она копейки смысла нет продавать не вижу ладно наверное ждать не будем до упора энергии мало время уже позднее я заканчиваю этот день заканчиваю видео вот и в следующей серии мы я думаю уже на фармим она ну вот видите у нас уже 3 400 и там по-моему до трешечка была уже 6 то есть завтра мы по идее можем закончить фарм и робин как только заканчивает построение о можно пойти пофармить в этот самый 7000 вот и мы пойдем заказываем сразу с вами продвинутый курятник но это будет следующей серии а сейчас всем пока увидимся следующем видео